Сегодня мы поговорим про, в общем, фантастику, потому что сейчас, на данный момент, межзвездные перелеты невозможны, и по-прежнему все проекты, которые предполагались, они предполагаются либо совершенно монструозного вида, но на основе тех технологий, которые есть сейчас, либо на основе технологий, которые еще не изобрели. В принципе, межзвездные перелеты, они давно оставались поводом для мечтаний, и последние годы про них, по большей части, забыли, потому что все-таки это сложно, это практически невозможно на данный момент. Такая тема, она, в общем, была скучная, далекая, неинтересная, отвлеченная от жизни, оторванная от жизни. Но буквально 12 апреля 2016 года появилась группа энтузиастов с деньгами, которые вложили уже сейчас 100 миллионов на разработку межзвездного зонда, 100 миллионов долларов, и готовы вложить еще больше, в том числе среди этих людей есть Марк Цукерберг, поэтому можно, в общем, поверить, что деньги у них найдутся. Может быть, не на полный полет, но на разработку, на какие-то серьезные технологические прорывы они смогут сделать, даже еще не отправившись куда-то далеко. Ну, в общем, об этом мы сейчас и поговорим. Зайдем мы немного издалека, подумаем о масштабах космоса и почему до сих пор ничего подобного не реализовали, и почему это до сих пор очень сложно. Ближайшая звездная система к нам — это Альфа-Центавра. Может быть, многие ее слышали, ее название. К сожалению, с нашего полушария ее не видно. Альфа-Центавра, она двойная звезда, которая видна как одна звезда, а, собственно, Альфа-Центавра. А есть немного в стороне Проксима-Центавра или Проксима-Центавра, которая тоже относится к этой системе, но она выглядит как отдельная звезда, и она, на самом деле, ближе к нам, чем Альфа. Ну, до Альфы чуть больше четырех световых лет. Если посмотреть там на фотографии далекий галактик, который там в десятках, в сотнях, в миллионах световых лет, то четыре световых года по сравнению с этим кажется, ну, какой-то совсем маленький, ну, что это там четыре? Там, вон, мы смотрим телескопы, рассматриваем там ядра галактик за сотни там или за миллиарды даже световых лет, а тут уж, казалось бы, что бы нам не долететь. Вот здесь такая схема, она очень лукавая на самом деле. Здесь каждое деление в десять раз больше предыдущего. Поэтому здесь один шаг от, в общем, три шага до Земли, и с каждым шагом это все больше, больше и больше. Вот сейчас Voyager, самый далекий, улетевший космический аппарат, далеко улетевший, в общем-то, уже наш звездолет, который летит в межзвездном пространстве, хотя еще не покинул Солнечные системы. Вот он дальше всего улетел. То, что у нас есть. Каждый шаг в десять раз больше предыдущего. И только где-то там, когда-нибудь, ну, он не в сторону Альфа-Центавра летит, поэтому он не встретит, ну, там, ближайшие, по-моему, сорок тысяч лет, что ли, говорили, что он не встретит никакой звезды на своем пути, даже поблизости. Но я здесь прикинул, как можно вообще межпланетное, межзвездное пространство представить вот физически. Предположим, что диаметр Земли равен один миллиметр. Ну, все знают. И вот примерно соотношение. До Луны три сантиметра, до Марса чуть побольше, уже там солидно так в сто раз больше. Там четыре вот метра. До Плутона еще больше. 386 метров, опять же. И до Альфа-Центавра три с половиной тысячи километров. Это вот мы сейчас пролетели, сколько там указано, полтора километра пролетел Voyager. Это вот как отсюда, наверное, даже до Питера мы бы еще не долетели. А три с половиной, это как до Новосибирска нам бы лететь. А Voyager 40 лет летит. Поэтому это реально очень много. Нашим разумом мы даже, ну, очень сложно нам представить все эти масштабы. А это, напоминаю, ближайшая звезда к нам. Поэтому перелеты в другие галактики и все остальное, это совсем, вот действительно, это вот удел фантастики, которая там у нас за стенкой. Еще один пример и возраст того, сколько нам понадобилось лететь на разных средствах путешествия по Земле и в космосе. И вот последний проект, который выглядит здесь, в этом списке, ну, более-менее хоть каким-то реалистичным, вот проект Orion, который предполагается, что мог бы достичь ближайшей звезды за 130 с лишним лет. С него мы и начнем обзор проектов полета к звездам. Orion, он строился по самой безумной идее, по самой безумной схеме. Рассчитывался, он начал разрабатываться этот проект, конечно, полностью он считался только на бумаге, ну, почти. Ну, большая часть, конечно, всего этого проекта посчитали на бумаге, до железа, до какого-то серьезного не дошли. И при этом посчитали, начали считать в 50-е, продолжили развивать этот проект в 60-е. И на сегодняшний день, это до сих пор остается самым реалистичным способом достижения ближайших звезд. Потому что он основывается на тех технологиях и тех знаниях, которые есть сейчас. Идея его проста, просто до безумия. Бросать себе под хвост ядерные бомбы и взрывать их, соответственно. Поэтому у него есть специальный щит, вот здесь через специальное отверстие бомба пролетает, взрывается, здесь демпферы, гасят удар, и все это дело летит. Вот чтобы за 130 лет добраться до Альфа-Центавра, ему нужно, причем сначала они разрабатывали проект межпланетный. То есть тогда, в общем-то, была заря космонавтики, еще толком не знали, как можно удобно летать в космосе, и рассматривали разные варианты. Начинали с обычной взрывчатки, потом посчитали, что вот если мы будем бросать бомбы, то мы сможем до ближайших планет достаточно эффективно добираться, потом подумали, а чтоб нам не ядерные бросать, а термоядерные. И получалось, если бросать три термоядерные бомбы в секунду постоянную на протяжении 133 лет, то можно за такой срок добраться до ближайшей звезды. Вот здесь это понятно, что это такое? Это вот каждая вот эта частичка, это не пулеметная лента. Каждый вот этот маленький патрон в этой ленте это самая большая из реально построенных в истории космонавтики ракет Сатурн-5. Вот столько ракет Сатурн-5, ну в общем здесь тысяча, столько ракет Сатурн-5 нужна была, чтобы пустой корабль вывести на орбиту. Ну то есть даже ну собрать частями соответственно его вывести и собрать на орбите. Пустой. Чтобы его заправить перед стартом нужно было три таких листа Сатурн-5. И при этом напоминаю это самый реалистичный способ добраться до звезд. Самый простой, причем это легкий вариант ракеты. Они еще тяжелый посчитали, который по-моему там в 10 раз тяжелее. Имеется ввиду собственно Ориона. И при этом они когда разрабатывали все это они начали практические тесты. То есть здесь понятно обычная взрывчатка, но штука детала достаточно прикольная. Да, причем потом она там парашютик открывает и спокойно приземляется и они вот то есть в общем-то выглядел так и они даже рассматривали вариант запуска ракеты с земли при помощи ядерных бомб. Ну почему бы и нет в общем-то. Ну действительно в 50-е и 60-е годы в этом плане еще было много таких безумных проектов, что в Советском Союзе, что в Америке, это американцы считали, вот там наигрались с ядерными бомбами, русский ядерный самолет запускали, потом поняли, что нет, все-таки давай как-нибудь там попроще летать. И в общем все это отложили и все остальное осталось для в общем-то чертежных досок. Следующий проект, он в общем прорабатывался примерно в это же время, он пытался каким-то образом решить вот этот вопрос с огромным запасом топлива, который нужно с собой взять, чтобы куда-нибудь полететь. Данный проект разрабатывал Роберт, по-моему, или Роджер Бусарт, не помню сейчас точно, физик. Все теоретически, конечно, до железа ничего точно так же не дошло, этот концепт и просто ребята нарисовали по мотивам тех проектов. Его идея в чем? Сделать не просто ракету, а прямоточный двигатель. То есть как у самолетов. Почему самолет может лететь гораздо там дальше, нести гораздо больше груза, чем ракета? Потому что ракета загружает и топливо, и окислитель. А здесь идея то же самое, что и с самолетом. Набирать как бы это сказать мордой лица во время полета набирать межзвездный газ, межпланетный газ, при помощи ядерной реакции его разгонять и в общем выбрасывать как реактивную струю. Идея в принципе как у реактивного самолета, просто нужен для этого термоядерный двигатель. То есть двигатель, который сейчас не существует до сих пор, даже термоядерного реактора до сих пор не сделали. То есть все дальше это уже фантастика начинается, потому что предполагаются технологии, которых сейчас нет, но в принципе по крайней мере законы физики не противоречат появлению этих технологий, этих термоядерных двигателей. К сожалению, когда он это считал, а воронка там была очень хитрая, магнитная, без собственно гигантского раструба, там есть одно противоречие, которое сразу вылезло, поскольку вся эта воронка будет лететь и собирать все это, в это же время она же будет и тормозить обо все, что она собирает. Это как большой автомобиль или там большой самолет поставить двигатель обычный, а воронку поставить огромный, он будет лететь и сам с собой тормозить. Ну там вроде бы получалось еще летать, но проблема в том, что тогда в 50-е годы неправильно представляли количество межзвездного газа. Тогда предполагалось, что его больше. И получилось так, что эта штука работала бы, если бы газа была в таком объеме, какой он в среднем по галактике. А нам с одной стороны повезло, с другой не повезло для этого проекта. Вокруг Земли, вокруг Солнца, например, в радиусе 100 световых лет газа гораздо меньше. Поэтому такая штука все-таки полететь не смогла, ну там по огромному количеству других причин, кроме того, что межзвездного газа мало. Поэтому от нее тоже отложили в архив, а британцы в 60-е и 70-е годы предложили свою идею. Отказались от идеи прямоточного, но идея использовать термоядерный двигатель им понравилась. И они в общем-то посчитали, каким образом, сколько нужно загрузить термоядерного топлива, как это использовать, так, чтобы добраться до... Ну там они не до Айфа Центавра считали, они до другой, чуть-чуть подальше звезда, звезда Бернарта так называемая. Тогда считалось, что у нее есть планеты, поэтому она была более интересна для межзвездных перелетов и считали полет к ней. Они в общем пошли по классической схеме, то есть двухступенчатая ракета у них фактически получилась. Она была чуть-чуть, относительно чуть-чуть полегче. Если Орион требовал тысячи ракет Сатурн-5, то для этого хватило бы всего 400 ракет, но все равно он базируется на термоядерном двигателе, которого до сих пор нет. И там конечно же кроме термоядерного двигателя там масса была проблем. Ну кстати они уже рассчитали вариант известная проблема, с которой должны столкнуться все межзвездные корабли, которые старательно умалчивают все производители фантастических фильмов. Космос не пустой, поэтому впереди корабля должен быть щит, который будет сталкиваться со всей межзвездной пылью, газом, радиацией, мелкими метеоритами астероидами, иначе вся попытка пролететь через межзвездное пространство превратится через попытку не знаю ну как с чем сравнить с завалами наждачной бумаги что ли, попытка пробежать через что-то подобное. Поэтому щит пригодится и термоядерный двигатель тоже. Еще один проект его тоже считали американцы, причем там студенты военной академии, видимо там для них дипломный проект, это был так называемый лонгшот он в общем-то еще легче еще годы шли развивалась электроника и если мы говорили что вот орион почему он такой огромный и тяжелый он предполагал пилотируемый полет он предполагал отправить популяцию людей, которые будут жить своей жизнью во время полета то есть те кто долетят через 130 лет маловероятно что там из тех кто вылетели с земли в общем доберутся туда то есть их либо с детского сада надо было набирать ну в общем те кто долетят они уже не смогли бы вспомнить землю потому что они бы никогда там не были электроника развивалась и вот даже проект Дедал он уже предполагает запуск беспилотной миссии то есть автоматической проект Лонгшот продолжает эту идею и он многое заимствует и от Ориона и от Дедала в данном случае предполагается такой же ударник предполагается запас термоядерных бомб но поскольку сам аппарат уже получается легче то и бомб нужно поменьше и здесь предполагаются отделяемые баки то есть те баки в которых запас топливый сяк их отбрасываются масса снижается за счет этого и позволяет добраться быстрее для такой миссии хватило бы уже 40 ракет Сатурн 5 для выведения всего этого добра и вот он в общем-то его можно назвать более-менее реалистичным реалистичной беспилотной миссией ну относительно реалистичной понятное дело опять же ту просто той которая не противоречит современным нашим представлениям о физике и не противоречит и использует предполагает использование имеющихся технологий в частности термоядерных бомб все эти проблемы с топливом с огромными баками с огромной массой привели к ученых и энтузиастов которые умели считать к идеям использовать солнечный парус здесь идея понятна солнце светит или дует если мы говорим о солнечном ветре мы взворачиваем парус и пользуясь халявной силой халявной энергии которую нам дает солнце несемся в общем-то уже не используя своего топлива соответственно не загружая лишнюю массу и здесь есть два паруса очень часто даже в СМИ их путают есть солнечный парус фактически цветовой парус который использует давление свето и есть Он как космический аппарат, который растянул вокруг себя на огромные расстояния, на десятки километров провода, на которые подается напряжение, возникает разность потенциалов. И за счет разности потенциала солнечного ветра, который электрически заряжен, и вот этих струн, этих проводов, возникает давление. Это давление слабее давления солнечного света. Но вот такой парус электрический, все-таки провода растянуть в космосе гораздо проще можно, чем идеальную гладкую и блестящую поверхность. То есть то, что необходимо для светового или солнечного паруса. Вот такого типа. Но пока, насколько я знаю, была лишь одна попытка попробовать электрический парус. Был спутник, который должен был маленький совсем. Эстонцы его экспериментировали, как ни странно. Он должен выпустить провод в несколько метров и попытаться получить какое-то воздействие от солнечного ветра. Но данные о том, что он полетел, есть, а о том, что ему удалось выпустить этот провод, нет. Поэтому, видимо, у них это все-таки не получилось. Но вот этот проект справа, он, это проект NASA, они его пока тоже только на бумаге посчитали, но говорят, что к звездам на нем не улететь. Но к планетам, в том числе там даже до Плутона, можно добраться гораздо быстрее, чем на классическом, нынешнем химическом топливе, на котором летает большинство космических аппаратов. Солнечный парус, его уже тестировали, его неоднократно отражающие полотна открывали и в околоземном пространстве. Вот этот самый амбициозный проект, самый интересный тест, который, в принципе, до сих пор продолжается эксперимент, сделали японцы. Они выпустили вот такой солнечный парусник возле Венеры. Почему Венера возле Венеры интереснее, чем возле Земли? Понятно, что чем ближе мы к Солнцу, тем давление солнечного света сильнее. Соответственно, если мы хотим за счет солнечного света улететь куда-то далеко, нам вообще надо на Солнце высаживаться и оттуда стартовать. Это гораздо проще и выгоднее с точки зрения энергии и давления того, которое может оказать свет на наш парус. Вот они, на самом деле, выбросили его возле Венеры и они сказали, что они регистрируют отклонение в орбите, которое возникло за счет давления солнечного света. То есть никаким звездам этот парусник не влетит, потому что для получения достаточного, скажем, давления, ускорения от солнечного света парус нужно намного больше раскрыть. И это проблема, которую, в общем-то, решить не получается. Тогда энтузиасты и фанаты солнечных парусов и световых парусов предложили другую идею. А почему бы нам не сделать солнечный парусник, но не полагаться на Солнце, а сделать гигантский лазер на Земле или где-то рядом с Землей и светить им в этот парус? Такую идею предложили первыми ребята из проекта Dragonfly. Они предложили запустить уже вот такой космический аппаратик. То есть кубсат размером 3U, это 10 на 10 на 30 сантиметров. Солнечный парус, ну световой парус. И гигантский лазер на Земле 100 гигаваттный, который будет лупить в этот парус. И, в общем, этот аппарат должен улететь достаточно далеко, в том числе к звездам. И добраться до, здесь не написано, до, примерно за 100 лет до ближайшей звезды. Проблема в этом какая? Можно сделать такой космический аппарат. Можно сделать такой парус. Нельзя сделать такой лазер. Ну, точнее, можно, конечно, но это потребует колоссальных напряжений сил всего человечества, как вот в случае с выведением тысячи ракет Сатурн-5. В ответ на это появился новый проект, потому что электроника продолжает развиваться. И американский физик Филипп Лубин предложил другую идею. Он говорит, во-первых, нам нужно сделать не трехкилограммовый космический аппарат, а громовый космический аппарат. И на Земле строит не гигантскую лазерную пушку, а много маленьких. И вот его проект Death Star 4, почему 4? Не потому что три предыдущих уже построено, а потому что здесь размер этого лазера, который необходим, он 10 в определенной степени. Вот это 10 в четвертой степени, соответственно, для реализации и запуска к звезде вот этого 1-граммового спутника, и чтобы он добрался туда за 20 лет, нужно на Земле построить поле 10 на 10 километров, уставленное киловаттными лазерами. Киловаттные лазеры сейчас уже существуют. Не существует поле, которое позволяет поставить на нем эти лазеры. И, в общем-то, энергии это тоже... А, мне здесь нет, но мы это тоже обсудим. Так вот, его проект был поддержан как раз вот этой инициативной группой, в которую входит Юрий Мильнер, который, в общем-то, объявил об этом проекте. Это российский бизнесмен, совладелец Mailroom. Его же поддержал Стивен Хокинг, его же поддержал Марк Цукерберг. И, в общем, все вместе. Они, ну, точнее, Марка Цукерберга там не было, а он... Они, в общем, все это объявили без него, но сказали, он тоже с нами. А вот это, кстати, это Фримен Дайсон. Может быть, многие слышали термин такой, сфера Дайсона. Это вот тоже физик американский, который разрабатывал проект Orion. То есть, вот начав оттуда, они добрались вот сюда, такой длинной революции межзвездных проектов. Так вот, в чем здесь как раз идея? Однограммовые спутники сейчас уже есть. Но пока они достаточно такие топорно сделаны. Это просто маленькая плата, половина которой занимает маленькая солнечная батарейка. Их даже пытались запускать. Они должны были там пищать в луковой диапазоне, чтобы эти сигналы могли принимать радиолюбители. Но, правда, не получился у них запуск точно так же. Не вылетели эти спутники. Ну, я думаю, причем деньги на них на Кикстартеры собирали. Но теперь, я думаю, с Миллером и Цукербергом они найдут деньги на запуск. Ну вот, да, нужно только 10 на 10 километров уставить киловаттными лазерами. Тут есть несколько проблем. И вот сейчас мы по ним и пройдемся. Самая главная проблема, даже если мы построим гигантское поле, уставленное лазерами. Даже если мы сможем сфокусировать все эти лазеры в одной точке на орбите Земли, там, где мы выпустим этот первый однограммовый парусник. Мощность, которая будет в этих лазерах, просто сожгет этот парусник нафиг. И здесь решить эту задачу можно только создав идеальную отражающую поверхность, которая будет отражать 99,99% всего света, который будет на него выпадать. Такого материала сейчас нет. Но они предлагают делать не лазер в определенной длине волны, в очень узкой длине волны, узкополосной, то, что там было сказано. И под эту длину волны очень точно рассчитывать отражающую поверхность. Пока у них там получается 99,61% отражать. Но этого все равно недостаточно. При таком отражении все равно этот парусник будет сожжен этим же самым лучом. Еще один момент, что если мы будем светить с Земли, часть лучей будет рассеиваться атмосферой. И, в общем-то, той энергии, которую мы запустим с лазеров здесь, там уже будет гораздо меньше. И мы точно уже сфокусировать, точно уже не сможем на этом пятачке, там где-то метрового или двухметрового диаметра солнечного паруса, светового паруса, который нам нужно освещать. Здесь вариант вынести все это дело в космос. Либо еще вариант вынести на нескольких участках. То есть этот ранний проект, который предполагает выведение нескольких лазеров, мощных достаточно, которые будут поочередно, либо все вместе лупить в этот парусник. Еще один момент. Если мы резко все это сделаем, идеальную отражающую поверхность, сделаем все эти лазеры, выстрелим в эту отражающую поверхность, то ускорение, которое придаст этот лазер этой отражающей поверхности, будет гораздо сильнее, перегрузки будут гораздо выше, чем при выстреле из артиллерийской пушки. Почему я пушку привел здесь в пример? Сейчас, в принципе, есть уже умные так называемые снаряды, которые спокойно выстреливают из пушки, и которые во время полета корректируют полет снаряда. То есть ударостойкая или перегрузка стойкая электроника сейчас уже есть. И понятное дело, что при развитии технологии эта ударостойкость будет расти. Но повысить ее все-таки предстоит на значительные показатели. Вот в 15 раз у меня получилось насчитать. И это тоже задача как раз для тех инженеров, которые возьмутся за реализацию всего этого проекта. Но это еще не самая как раз суровая проблема. Еще одна проблема, где взять энергию. На Земле, понятно, мы можем там либо уставить, уложить на всю Сахару солнечных батарей, а в центре поставить это 10 на 10 километров лазеров. Либо можем перетащить кабель и подключить к этим лазерам. Вот сколько у меня там получилось. Одна, все атомные электростанции США или в 2,5 раза больше атомных электростанций России. И то же самое запитать. Но тут такая проблема есть, что выстрелить там. У них получалось, что на запуск одного однограммового спутника фокусировать эти лазеры нужно, по-моему, 10 минут. То есть это не так много, как казалось бы. Но при этом есть проблема, что даже если у нас при старте чуть-чуть этот луч, точнее чуть-чуть этот парусник отклонится от угла полета, который ему необходим, отражение придет к тому, что он улетит уже не туда. Если он во время полета встретится с какой-нибудь пылинкой, он точно так же выйдет из строя. То есть очень, даже там можно еще по пути в Солнечной системе, где пыли гораздо больше, встретиться с какой-нибудь пылинкой и выйти из строя. Так вот, чтобы решить все эти, ну или попытаться хотя бы решить все эти проблемы с тем, что он улетит куда-нибудь не туда, что он встретится с какой-нибудь там пылинкой, заряженной частицей, которая вырубит всю электронику, решение это относительно простое, это лубить очередями. И здесь для того, чтобы долбить очередями, нужно колоссальный объем энергии. Тут 10 минут уже не получится. То есть нужно годами просто работать в такой интенсивности, чтобы запустить какое-то, а даже пусть и огромное количество спутников, чтобы хотя бы один бы долетел бы. Зато здесь вот как раз я о чем упоминал, природа и физика нашей особенности, строение нашей галактики помогает нам. Именно потому, что вокруг Солнечной системы пыли и газа гораздо меньше, чем в среднем по галактике. Это так называемый, как он там, локальный пузырь вокруг Солнечной системы. Он радиусом примерно 100 световых лет, то есть гораздо больше, чем нам надо пролететь. И это такой, я про это отдельно как-то у себя в блоге писал, и написал, что это такой открытый абонемент, что ли, нам. Если хотите лететь, пожалуйста, мы для вас очистили поверхность, очистили простор, первые шаги в межзвездном пространстве можете делать спокойно. Ну, на самом деле, вряд ли это кто-то для нас постарался, просто лет 20 миллионов лет назад предполагают, что произошел взрыв сверхновой где-то в окрестностях, и этот взрыв, в общем, раскидал все лишнее, в том числе и вокруг нас. Так что пыль — это еще не самая, опять же, большая проблема. Самая большая проблема, на самом деле, даже если мы построим этот лазер, мы запустим, сделаем это зеркало, запустим этот спутник, он долетит туда, куда надо, и даже снимет то, что надо, увидит то, что надо, он не сможет ничего нам передать обратно. Потому что это одногромовый аппаратик. По радиоучу, например, если передавать. Вот «Вояджер», который сейчас не так уж и далеко улетел на самом деле, если считать в световых единицах, то «Вояджер» улетел примерно на 18 световых часов. Четыре года надо лететь, а он пролетел с 18 световых часов. У него трехметровая тарелка, которой он передает данные на Землю. Ловят его на Земле двумя десятками 70 или 20-метровых тарелок на Земле. Предположить, что даже «Вояджер», если улетит дальше, там хотя бы в два раза, он уже не сможет ничего нам передать. А одногромовый спутник по радио точно ничего не сможет передать. Ну, точнее, он может пытаться что-то там пищать, но мы это просто не услышим. Вариант, который рассматривается в этом проекте, пытаться светить. То есть передавать по оптическому каналу и даже не лазером, а светодиодом. Предполагается, что светодиод будет освещать тот самый парус, который, в общем-то, вокруг этого одногромового спутника. А с Земли попытаются ловить этот сигнал. И самое интересное, что они собираются ловить сигнал той же установкой, которой они будут его запускать. То есть вот этой антенной фазированной решеткой киловаттных лазеров, они же говорят, что если она может выпускать фотоны, она сможет их и ловить. И там получается, что вот этот однодиодный аппаратик, однодиодный фонарик, который будет светить на расстоянии 4 световых года от нас, от него на эту 10-километровую площадку будет прилетать один фотон. И они надеются, что они смогут регистрировать этот фотон и определять те данные, которые прилетают с этого аппаратика. Но там тоже есть проблема. Во-первых, он же летит к звезде, и он будет пытаться светить нам своим одним фотончиком на фоне звезды, который даже мы глазами видим. Это один момент, что мы просто на фоне звезды его не увидим. Второй момент. Если мы сможем построить установку, которая будет видеть фотоны, отдельные фотоны, прилетающие от других звезд, нам не нужны будут такие спутники. Мы сможем с ее помощью просто рассматривать чужие планеты и просто заглядывать инопланетянам в окна. Поэтому идея интересная. Опять же, по крайней мере, она опирается на многие известные сейчас базовые физические принципы. То есть солнечный парус, микроспутник, лазер. Все мы это знаем. Почему бы не попытаться? Но при этом там по каждому пункту столько вылезает проблем, что на сегодня такая вещь практически невозможна. Но все-таки идеи разработать всего этого и сама работа над этой задачей, на мой взгляд, она очень обнадеживает и вдохновляет в том плане, что нужно и стремиться, и пытаться делать невозможное. И только тогда мы сможем достигать каких-то существенных, даже если существенных успехов, даже если мы не сделаем там сверхотражающую пленку, гигантский лазер, но все-таки получится сделать 1-граммовый спутник, который сможет летать, фотографировать и передавать данные, то это уже будет прорыв космонавтики. Даже сейчас там есть маленькие микро-наноспутники, но все равно они весят по несколько килограмм. И даже вот такие маленькие спутнички, они могут достаточно немного. Если даже вот такой функционал скрыть, сжать до такого, это уже будет прорыв, это уже будет революция в космонавтике. Поэтому продолжать в этом направлении стоит. Да, еще тут проблемы могут вылезти политического плана. Если мы будем строить подобный лазер на Земле, ну там, понятно, проблемы с атмосферой, а потом нам скажут, а вы собираетесь жарить в космос всем этим делом, а что будет с нашей атмосферой, сколько птиц на этом погорит, не сожжете ли вы весь воздух. Если мы скажем, а мы построим в космосе, а нам скажут, а вы куда стрелять-то собираетесь? Ну понятно, туда, да, в инопланетян. А может еще и в нас кто-нибудь захочет пострелять? И здесь как раз решить эту проблему можно лишь одним способом. Пообещав разместить всю эту конструкцию на обратной стороне Луны. По крайней мере, таким образом можно не опасаться, что владелец или тот, кто управляет этой установкой, он не попытается пострелять в землю или угрожать хотя бы этим. Так что в этом плане опять-таки можно найти какой-то компромисс, какое-то решение. Ну и в целом, если посмотреть, какие еще. Понятное дело, что эта штука, она применима не только для того, чтобы полить в звезды. Она применима для... Все это они посчитали, что там можно за год сжечь этой штукой однокилометровый астероид, который летит в землю. Просто физически его сжечь, он просто испарится в разные стороны. Можно делать проще. Можно сделать, например, зеркало побольше и ставить не аппаратик, не надо там спутник одного грамма, да это даже фемто-спутник будет одного грамма, а поставить, например, кирпич с парусом. Если в него долбить этим лучом, этот кирпич можно разогнать до такой скорости, что в момент столкновения с чем-нибудь сила взрыва будет эквивалентна одной мегатонной термоядерной бомбе. Соответственно, эта штука очень удобна, если, например, мы опасаемся, что к нам кто-то прилетит. По крайней мере, прилетят они, не прилетят, будут они добрые, злые, мы пока не знаем. Но мы знаем, что у нас будет мощная хреновина, которой можно все это дело остановить, если мы захотим. Еще вариант какой может быть? Можно поэкспериментировать с терраформингом. Наверное, многие слышали эту фразу. Это превращение планет в подобие Земли по разным условиям. Две ближайшие планеты у нас есть. Это Марс и Венера. И из каждой из них проблемы, условия, которые отличаются на них от земных, можно решать при помощи гигантской лазерной установки. На Венере проблема очень много атмосферы. Если мы эту атмосферу начинаем облучать снаружи лазером, верхние слои атмосферы начинают, атомы газов начинают набирать высокую скорость за счет нагрева, и скорость эта превышает, если она превышает вторую космическую, они просто улетают от этой планеты навсегда. Если сейчас давление на поверхности Венеры составляет 95% от 95 атмосфер, то есть в 95 раз плотнее, чем на Земле, соответственно, нам нужно испарить таким образом 94% всей, точнее, 94 атмосферы, оставив одну, и можно заселяться. Ну, там, конечно, состав атмосферы будет совсем другой, воды будет меньше, но главная проблема там давления. И ее можно за какое-то значительное время, конечно, и тому подобное, и лазер лучше взять помощнее. Ну, в неких условиях таких можно предположить, что можно это решить. На Марсе обратная проблема и тоже с давлением. Давление там 1 сотая от земной атмосферы. Но мы знаем уже сейчас, что если нагревать марсианский грунт до температуры 400 градусов, из него выделяются газы кислород, азот, углекислый газ и вода. Ну, там есть другие, но они чем больше выделяются, чем выше температура. То есть до 400 градусов из грунта марсианского выделяется достаточно, ну, там, не в тех соотношениях, что нужны нам, азота там все-таки мало, но кислород и углекислый газ — это явно не лишние вещи, не лишние, скажем, компоненты атмосферы, которые вполне пригодятся и на Марсе, и, в общем-то, и на Земле не лишние тоже. Поэтому можно просто так же этим гигантским лазером долбить в Марс, жарить его, и выделяемые газы смогут пополнять атмосферу и приближая по условиям Марса к земным. Поэтому, как я говорю, что иметь гигантскую лазерную установку, в общем, полезно по хозяйству. Здесь у меня такой список небольшой того, что можно делать при помощи нее. Ну и, в общем, вывод, который из всего этого следует, что, в общем, штука полезная. Вот. Есть, конечно, спорный вопрос с тем, реализуем ли это вообще. Здесь я обычно привожу пример из истории космонавтики. Мы знаем два примера... Стоп, где они там? Вот они. Два примера того, как достаточно мотивированные и снабжаемые ресурсами группы ученых смогли взорвать умы, что называется, своих конкурентов на другой стороне океана или по другую сторону границы. Первый пример. Когда немецкие инженеры построили Фау-2, так называемую ракету А4, в Советском Союзе, да и в США, в США, наверное, еще меньше было, в Советском Союзе тяга у нее была 30 тонн, тяга двигателя. Сейчас это немного, тогда это было... Можно сравнить с другими. У наших самый мощный двигатель было 300 килограмм. Разница существенна. И когда Королев впервые узнал об этом, когда они добрались до этих двигателей, они просто не могли поверить глазам, что это в принципе возможно. Потом они быстро нашли способы, как все это усовершенствовать, и на этом, в общем-то, зародилась... Из этих ракет выросла и советская, и американская космонавтика. Всего через 12 лет советские инженеры уже снова смогли взорвать мозги своим конкурентам на другой стороне океана, создав ракету Р-7, запустив первый спутник, а через несколько лет и первого человека в космос. На тот момент, если посмотреть ракету, которая запускала первый спутник, и ракету, которая... Советский первый спутник, и ракету, которая запускала американский первый спутник, то, глядя на американскую, можно решить, что они ее собирали из всего, что было по гаражам, просто вот... Все, что нашли, собрали в ракету и запустили. Она была четырехступенчатая. Четвертая ступень был, собственно, спутник. То есть, он и выглядел, как маленькая ракетка. Основой ее была та самая трофейная Фау-2. И все это, в общем, они городили все, что могли, лишь бы только запустить, лишь бы только догнать советы. В Советском же Союзе была ракета, которая... Возможности которой намного превышали ту функцию, которую они выполнили в момент запуска спутника. Причем советский спутник был 88 килограмм, американский 9 килограмм. И потом, конечно, на базе этой ракеты была построена Восток, потом Союз, были лунные запуски автоматические, полетел Гагарин. И то же самое. Почему все это произошло? Почему немцы смогли сделать Фау-2, почему русские смогли сделать ракету Р-7, а конкуренты, никакие конкуренты не могли, даже не могли представить такого? Немцы занимались ракетами от бедности. После Первой мировой войны им запретили иметь тяжелую бомбардировочную авиацию, им запретили иметь тяжелое артиллерийское орудие. У всех, у кого были бомбардировщики, у всех, у кого были тяжелые орудия, не занимались такой интенсивностью ракетами. Немцам дали денег, дали достаточно инженерных кадров, и они сделали то, что перевернуло представление всех о ракетной технике. Когда ракеты стали делать в Советском Союзе, американцы не упирались в них с такой же интенсивностью. Почему? Потому что тогда задачи были военные. Ну, в общем, что с немцами, что с нашими. Задачи были военные. Доставка сначала обычного вооружения, потом ядерного вооружения на головы коллег, как сейчас говорят, наших заокеанских партнеров. У наших заокеанских партнеров, когда создавалась Р-7, у наших заокеанских партнеров было такое средство. У них была мощнейшая бомбардировочная авиация. И они не ощущали большой потребности вот в таких ракетах. У Советского Союза не было, и поэтому у них была потребность в ракетах. И они ее сделали, взорвав всем мозги. Поэтому можно сколько угодно рассуждать, взлетит, не взлетит. Можно спорить, доказывать, что наши мощные пушки гораздо лучше их ракет. Можно доказывать, что наши самолеты гораздо лучше их ракет. Но новые прорывы будет совершать тот, кто вкладывает в это и кто решает задачи, которые раньше никто перед собой не ставил и даже не пытался подумать о решении таких задач с этой стороны. Поэтому надо вкладывать, надо работать, надо решать эти задачи. И то, что делает Мильнер с этой командой, в общем-то, энтузиастов, ну там, в общем, конечно, ученые и инженеры все это взялись, и выделяет на это деньги, это все-таки правильно, независимо от того, долетят они до звезд или нет. Королев тоже свою ракету проектировал, чтобы в будущем она долетела до Марса. Не получилось пока, но успех все равно был достигнут колоссальный. Практика и романтика этого взлета была необходима. Он же был страстным последователем Федорова. Он верил в физическое воскрешение всех умерших. И не мог не задать себе вопрос, а где же они будут жить-то после того, как воскресли. И вот тогда возникла идея, надо немедленно найти, колонизировать планеты, уничтожив на них все, что там могло быть, для того, чтобы освободить место для будущих жизней от всех этих воскресших. Оно, конечно, наивно и теологично, но это был первый посыл. А потом все так или иначе развивалось в этой парадигме. Простите меня за научное слово. Потому что если не колонизируя планеты, то уж найти точно полезные ископаемые, горизонт все время расширяется, мы сможем долететь туда, мы сможем долететь сюда. И вот наступил 21 век. Солковский сформулировал найти бездну могущества и горы хлеба. Человечество не останется вечно на Земле и так далее. Да, да, да. Так вот, мне это кажется, что совершенно понятно на сегодняшний день, поправьте, если я ошибаюсь, что человечество останется вечно на Земле. Что самые грандиозные космические проекты никого на этой Земле счастливее не сделали. что вот этот романтический порыв к звездам, и на Марсе будут яблони цвести, он все-таки сменился таким практическим взглядом на ближайший космос с его естественными совершенно плодами, то, что он отдает и связь, и разведку, ну все, можно перечитать достаточно долго. А мне понравилась другая идея, что Марс когда-то имел такие же условия существования, как и Земля. Но потом случилась какая-то катастрофа, и он потерял, значит, атмосферу, потерял воду почти. И нам нужно лететь на Марс, разобраться, почему это случилось, потому что то же самое может случиться с Землей, найти противоядие, и когда это случится с Землей, перебраться на Марс. Нет, вообще были, я даже где-то читал, очень серьезные планы терроризации Марса, то есть вплоть до заселения его какими-то... Да, модуль за модулем, сидят между собой. Но все дело в том, что сейчас уже есть в Америке фирма, которая торгует... Землей на Марсе? Нет, на Луне. И стоит это там 45 долларов за 7 соток. Пожалуйста. И причем... За 7, не за 6. За 7. Да, именно 7 соток. А вообще, я думаю, что все дело в том, что, конечно, была мечта, вот люди смотрели в небо, и, в общем, ждали этого. А сейчас это стало обыденно. Уже сейчас, когда первый спутник запустил, ведь Толпа стоял на площади Маяковского, это я, видимо, смотрел в небо, а сейчас никто на это внимание не обращает. Приватилась в обыденность просто. Но все-таки, знаете, я что хочу заметить? Чтобы оправдать Циолковского и сказать, что не все обыденно, что меня потрясло. Вот этот утопавший когда-то домик в грязи, это вот Россия, так сказать, еще. И изданный Циолковским за свои деньги труд, маленький, из серой плохой бумаги. И название «Причины космоса». Я вот доктор физмат-наук, я даже такую задачу не могу поставить, а он ее обсуждает, решает. Нет, ну, естественно, мысль идет впереди, это верно. Так что еще осталось в космосе, что можно? Нет, нет. Но все-таки давайте попробуем разобраться, что осталось в космосе. Потому что уже совершенно понятно, да, что затраты, связанные, например, с пилотируемым полетом на Марс, как бы близко он там не обсуждался и не планировался, да, они, скорее всего, да, никаких особых результатов не принесут. Да подожди, у американцев есть совершенно конкретный план, который сейчас более-менее вылисывался, где-то к 2014 году пилотируем полет на Марс. Причем, когда говорят о том, что это дорого, вот один посчитал, что даже если в Советском Союзе 100 миллионов работающих, и каждый даст на эту программу 30 рублей, там у него уже набирается сумма вроде бы на это годная. А я еще иначе говорю. Пусть каждая страна сократит военные расходы на 1%, при этом никто не пострадает, все одинаковые, все на 1%, а это как раз хватит на пилотируемый полет на Марс. Так что не так уж и дорого. А зачем? Кроме того, когда американцы затратили 20-25 миллиардов долларов на Луну, они вернули больше, потому что на технологиях, которые были разработаны для этого полета, они заработали потом больше. Это вообще, на самом деле, конечно, один из достоинств космических программ всех стран, это то, что развитие технологии. К слову сказать, когда Никсон в свое время уменьшил, после того, как американцы вернулись в Луну, уменьшил финансирование НАСА, то Огню, вице-президент, в Конгрессе выступал и говорил, как раз о полете на Марс, что одна из целей, вот он называл это, что технологии развиваются, потом уходят в народное хозяйство, и мы могли бы много примеров привести, что было у нас в стране, в связи с этим, от липучих хотя бы, вот первых, которые на пиджаках, и так далее. Более серьезные вещи. А главное, он говорил, что есть вторая проблема, у нации должна быть великая цель, она объединяет людей. И вот для них тогда это был полет на Луну, а потом теперь на Марс. Но я должен сказать еще одну вещь. Летят корабли к Марсу, летят Одиссей, летит корабль к Сатурну, к спутникам Сатурна. Уже сейчас фактически освоен околоземной космос, причем это мониторинг Земли, это вот наблюдение, скажем, парниковый эффект на Земле. Страшен или нет? А на Венере, на Венере 500 градусов и 90 атмосфер. И это то, что вполне возможно ждет Землю. Об этом можно долго говорить. Там совсем немножечко остается, чтобы это не было. Озоновая дыра, связь, навигация, это все вот около земной космоса. Есть как бы три разных пути, беспилотные аппараты, пилотируемые, и беспилотные, но обслуживаемые космонавтами, вот как Хаббл. И просто для каждой задачи свое, для задач навигации, конечно, простые спутники, беспилотные, там человек не нужен. Но для отработки полета на Марс, как без человека, отрабатывать полет человека на Марс в течение нескольких лет. А Хаббл наиболее эффективен при больших затратах, потому что, когда потребуется ремонт, человек должен полететь и отремонтировать. Это тоже доказано. Вот это все. То есть для каждой задачи свое техническое решение. Ну вот, показана жизнь в Венере, вот эти 500 градусов, это сделала автомат. Правда, автомат, который дистанционно управляемый. Вот не полностью автомат. И вот ответ на вопрос, я как раз специалист в робототехнике, еще кроме того, что баллистика, и ответ очень непростой. Вот смотрите, что мешает быть автомату? Надежность. Вот сейчас спутники работают три года, пять лет, десять лет. Рекорд. Вот, значит, тридцать один год работал их Voyager, который сейчас уже улетел из Солнечной системы. Два их. Тридцать один год. Это рекорд. А так, в общем, вот на геостационарной орбите спутник десять лет. А дальше это мусор. А давайте возьмем другой вариант Хаббл, на который было затрачено, что то ли 12 миллиардов долларов, то ли 19, сразу не заработал. Потому что у него была ошибка в оптической системе. И только то, что там было предусмотрено, что может человек прилететь, закрепиться и заменить, они прилетели, поставили как бы очки, и телескоп заработал массу таких данных, которых до него не имело человечество. Только благодаря чему, что было предусмотрено, когда все нормально, он работает в автомате, когда ломается, все приспособлено, чтобы привести человек. И все-таки я хочу повторить вопрос, может быть, чуть-чуть его скорректировав, чтобы можно было на него ответить. Вы сказали, что у нации должна быть великая мечта. И вы считаете, что у американцев великой мечтой может быть сейчас полет на Марс. Мне кажется, что у них несколько сместились ценности, они занимаются более земными делами, особенно после 11 сентября этих злозаполучных событий. И все-таки вот эта космическая романтика остается уделом очень немногих. Если не брать во внимание задачу выполнения такой, что ли, программной миссии «Человек на Марсе», зачем человеку лететь на Марс? Тогда ответьте. Зачем человек вышел из пещеры? Зачем сел на бревно, переплыл через реку? Зачем опустился в Марианскую впадину под водой? Зачем полез на Эверест? Зачем перелетел океан Линдберг и стал обладать такой славой, которая ему потом вред пошла? Значит, вы что хотите? Вот этот процесс, вы сядьте случайным, когда всю жизнь, человечество все шло и шло куда-то вперед. Просто следующий этап Марс, потом, может быть, звезды. Это не остановить. Нет, если мы опять залезем на деревья, и на касту пласты, то пожалуйста. И, конечно, вот есть очень серьезные философские соображения на эту тему, а именно не может общество решить в закрытом мире. Оно будет открывать его, так или иначе. И, конечно, вот сначала хотели в море, потом в небо, потом в космос. Сейчас, может, под землю захотим, потому что земля еще один путь в себя. Мы ведь не знаем, вот говорят, что мозг у нас только на 5% задействован. А зачем 95? Мы не знаем, даже совсем простой, зачем мы спим? И что такое сон? Не зря же сказано, что нет ничего более прекрасного, чем звездное небо над головой и там внутренняя гармония внутри. Так что можно идти куда хочешь, внутрь, но идти надо, иначе... Вот сейчас показан астероид, Нерос, куда прилетели все время американские полуавтоматы, что дистанционно управлено. Это был подвиг на самом деле. Он крыжился вокруг него и в конце концов на него приастероидился. Так вот, есть астероидная опасность и мы должны уметь бороться с этим. Сейчас мы этого не умеем, никто не умеет. Очень многие этим занимаются, большие деньги под этот страх вкладываются, но страх на самом деле существует, вот Тунгусский метеорит был и так далее. Но у этих астероидов есть еще одна вещь. Крайне важно долететь до астероида. У нас вот будет, может быть, мы увидим наш отечественный проект полета в Фобосу вот этот астероид малоинтересен. Он такой же реголитный, как Луна и так далее. Это переделанная микрометеоритами поверхность, которая не хранится в истории возникновения. А вот надеются, что Фобос, именно спутник Марса и другие астероиды, другой группы хранят реликтовое вещество. Сейчас существует две теории, которые геологические на Земле, которые борются друг с другом. у Земли масса не соответствует ее объему. Она как бы должна иметь другую плотность, чем плотность коры. Поэтому считают, что ядро очень тяжелое. Так вот, это ядро, то ли это металл, там, никель, железо и так далее, которое вот там магнитное поле создает, то ли это может быть водород, такой же, как на Юпитере. И вот добыть реликтовое вещество и подтвердить ту или другую теорию, это крайне важно. Для этого, собственно, и организуются эти полеты. Вот как раз показывает этот фобос, это камешек, который, на самом деле, отвечает на вопрос, наша нефть бесконечная или конечная? И это космос. Только космос дает ответ на этот вопрос. Вот есть академик Ильеев Тимур Магомедович, он работает у нас, он в свое время сложил на компьютере из пыли в Солнечную систему, используя теорию Шмита. И у него как раз получилось, что Земля, скорее всего, гидроксильная. Что там, скорее всего, все-таки водород. Но все-таки, если говорить о космосе будущего, какие перспективы, то есть, по каким направлениям будет развиваться космическая история? Ну вот можно ответить, вот появился сложнейший аппарат протон. Это произведение большого числа людей, работающих в большое время, и если просуммировать, что там внутри. А это, на самом деле, довольно простая вещь по сравнению с тем, что должно быть впереди. Потому что, если мы хотим действительно как-то покорить космос, не только околоземное пространство, которое действительно должно быть покорено, оно уже почти покорено, что-то дальше и больше, то, безусловно, вот это должно развиваться. И оно развивается. Развивается все время. электроэнные двигатели, солнечные паруса, которые позволяют сейчас вообще даже не тратя топливо, обогнать вот этот Voyager американский. Впереди, конечно, большие исследования. Большие исследования. Вот Буран наш. Казалось бы, вещь может быть не очень нужная, потому что действительно задачи для нее, как считается, нет. Шаттл тоже показал свои, так сказать, он намного дороже, чем обычные одноразовые ракеты. Но этот Буран садился автоматически. С первого раза? Я не верил, что он с первого раза сядет. Да. Отклонение там восемь минут. Это был научный подвиг, научно-технический подвиг. Такой же, к слову сказать, подвиг был достижение Северного полюса ледоковым, который взломал все льды. Но все дело в том-таки. Прошли времена Ньютона, Пастера, прошли времена, когда один человек может сделать большую вещь. Уже это практически делается теперь только большими коллективами за большие сроки. 10 лет 50 миллиардов долларов. Тогда решена задача. А вот более простые задачи, они уже, так сказать, не... А волосюрова не было таких миллиардов. Анатольевскую получил. Так что иногда мозги еще пока дорого долларов. Можно сказать про Герасимова, действительно, вот это было открыто. Человек нашел новый способ. Но это крайне редко. Все-таки серьезный проект, если мы говорим про космос. Космос, полет даже околоземное пространство, не говоря уже о Марсе. Это... Ну, вот Буран, 1100 предприятий. У каждого порядка там тысячи человек в среднем. И они все должны работать одновременно над одним и тем же делом. Причем у каждого свои интересы, а вот эти вектора должны иметь большую проекцию на общий цель. Ну, ведь так и не полетел, Буран. Я имею в виду в космос. Он полетел. Он полетел. Он не только полетел, он сел автоматически, чего американские... Он разве выходил? Конечно. И более того, когда вот он шел на посадку, ну, мы правильно держались... ...совершить, который не ожидали. Да. Идет доклад. Удаление от точки посадки 3000 километров, отклонение там что-то 80 километров, а ширина полосы там, ну, 100 метров. Потом, значит, проходит там минута удаления 1000, отклонение 40 километров в другую сторону. И он сам разворачивается без пилота, садится, отклонение было 80 километров, стало буквально там 3 метра и в длину метров 10. Это такое техническое достижение, которое американцам не снизу. И что дальше с этой программой? Не было решения отменить Буран, просто прекратили финансирование, а теперь уже все развалилось. Поэтому дальше ничего здесь. А что дальше с шаттлами? Жизнь покажет. Жизнь покажет. То, что это старый спор, как вот в энергетике тепловые станции или гидравлические, вот, куда деньги пускать важнее, так и здесь, значит, старый спор. Пилотировые полеты такие возвращаемые, или же одноразовые, пусть тоже пилотируемые, вот посещение, как Георгий Михайлович говорит, но это старый спор. Вот, между прочим, интересный слайд. Как работать людям в космосе? Вот человек там нужен, потому что автомат не может сделать, вот не может автомат взять спутник, который вращается. Вот ставят человека на манипулятор, он руками его, в конце концов, восстанавливает, и только тогда его можно положить назад в трюм и вернуть. А то, что возвращаемые системы должны быть для этого, чтобы их можно было вернуть на Землю, это тоже техническая необходимость. Вот, между прочим, слайд, как люди думали, будет космическая станция, и какая она на самом деле получилась. И тоже, вот, это проект Силковского. А он совсем не похож на то, что, в общем, произошло. Техника отменяет. А почему получилось? Это же предназначено, чтобы вращать, создать искусственную тяжесть, чтобы человек мог выжить. А полет нашего врача, Валерия Полякова, полтора года в космосе без искусственной тяжести, сейчас работает спокойно, решил проблему, не надо лететь на Марс, закручивая корабль. Это удешевляет и упрощает проект несколько раз. А вообще трудно в космосе жить? Да, потому что вопрос стоит о том, полетят ли люди там на луну, в лесу, и так далее. что когда... В какой-то дистанции трудно жить? Когда к нам прилетел Володя Ремик, с вас космонавт, и первый раз сходил в туалет, он там долго провозился, выйдя сказал, ребята, я и до сих пор вас уважал, но теперь уважаю еще больше. Но если говорить все-таки о вещах гораздо более важных, чем, скажем, диетуалеты в космосе, мы с вами как-то давно говорили об этом, радиационная защита. Полет на Марс это ни неделя, ни две. Полет на Марс это выход за пояса в Аналоне. Полет на Марс это та же самая солнечная батарея, которая неизвестно куда стрельнет и еще каким зарядом. Поэтому вот как американцы собираются решить, скажем, этот вопрос, насколько это утяжелит его и сделает более дорогим проект, я пока себе слабо представлю. Жить покажет. Жить покажет. Это очень сложная проблема, потому что можно сделать убежище там свинцовое, но оно может само дать наведенную потом радиацию и себя глушить. У нас на во рту были такие препараты, что если нас застанет солнечная вспышка, там-то дальше уже пойдут не только солнечные вспышки, то по указанию Земли надо принять этот препарат. Так что что-то есть, но стопроцентной гарантией даже говорят страховой полюс не давал. Я бы хотел добавить, вот было упомянуто усвоение невесомости и так далее. Медицина очень развилась на этих задачах. Причем более того, если говорить о будущем, если действительно там лунные базы, полеты длительные к Марсу или даже дальше, то в конечном итоге нужно создавать замкнутые системы, которые сами себя регенерируют. То, что сделал природу на Земле. И вот это, к этому космос толкает. Без этого это не будет. Хотя вот есть очень интересный рассказ одного моего знакомого, якобы вот как раз те службы, которые делали систему жизнеобеспечения космонавтов, показывали ему, он видел своими глазами некий генератор огурцов в Земле, который вот питается там специально и теплом, и холодом оказывается, нужно, чтобы вегетативные реакции шли правильным образом, значит, дальше там подавятся энергии и урожая в несколько раз больше, чем обычно. И это все тоже продукт вот этих систем жизнеобеспечения. Если мы хотим куда-то далеко лететь или где-то долго жить, то это нужно уметь делать. Космос позволяет сделать еще одну вещь, ну, правда, с помощью автоматов, избавляться от радиоактивных отходов. Вот американцы в свое время вот этим Гран-Тором, вот этим Вояджером. Это раз в 200 с чем-то лет повторяется такая возможность, когда все планеты так устанавливаются, одним полетом можно пролететь и все. Мы не захотели это делать, они это сделали, молодцы. Но они на этом полете должны были сделать то, что позволяет потом реализовывать освобождение, простите, отходов ядерных. если пролететь около Юпитера на небольшом расстоянии, то он разгоняет и выбрасывает вообще из Солнечной системы то, что мимо него прошло. Значит, вот есть способ, но его надо тоже делать а надежным, б автоматическим, и это тоже перспектива. Не знаю, покорили мы космос или нет, мы его покорили около Земли, а в дальнейшем все-таки его надо открыть. Если Толковский сказал, что человечество не будет вечно жить в колыбели, я считаю, что мы просто пока выглянули из колыбели, вы из них даже не видели. Безусловно. От того, что сейчас до того, что на самом деле надо, есть еще одна задача интересная, все-таки проверить теорию Эйнштейна. Ведь можно разогнать на самом деле солнечным парусом, двигателем, без людей, разогнать что-то до солнечного, до скорости света, и потом попытаться вернуть назад. Это тоже грандиозная задача, она не сегодняшнего дня, это задача далекого будущего, но при этом все-таки проверить, правильно ли нет, как там идут часы, и вообще, что в этом случае с этими атомами и молекулами происходит. Пока это только математический расчет. Ну и некоторый опыт, который доказывает его правильность в макромире и в микромире. А вот это... О каких технологиях, кроме солнечного паруса, можно говорить, для того, чтобы разогнать космический корабль любого размера? Ну, хороший вопрос. Дело в том, что свет, значит, вот фонарик, обычный такой, мощность, в общем-то, карманного фонарика или намного большего прожектора, который добывается, конечно, из энергии вблизи солнца, солнечной, там, с помощью солнечных батарей, а дальше уже, возможно, с ядерными реакторами, но так или иначе, вот этот свет создает малую тягу, и оказывается, что если малая тяга, там, в граммы, действует безгранично долго, то создаются гигантские скорости. Фотонный двигатель, да. Электро-реактивный двигатель. Они уже испытаны как двигатели ориентации вот на наших. Электро-реактивный двигатель? Да. А что это? Какой принцип? В 2007 году на нем собираются лететь? Да, значит, ну вот, тут, в мере прочим, есть хороший слайд, может стоить отличную минуточку, есть альтернативные варианты космоса в околоземном пространстве. Вот, скажем, американцы недавно запустили вот этот воздушный шар, это 2 тонны веса на высоте 40 километров, которые за 100 суток собирают данные о 90 процентах земной поверхности. Вот такие вот шары. Есть самолеты, которые летают на высоте 40 километров под солнечным батареем, это еще опытные все образцы. То есть, вообще, околоземное пространство можно наблюдать, конечно, не только космосом, но космос, он тоже позволяет много. Ну и, в общем, вот эти альтернативные варианты, их нельзя забывать. А вот, если говорить про электродвигатели, у нас вот в нашей стране сейчас разрабатывается очень хороший проект, на 2007 год он нацелен. Это 4 организации, это НПО Валочкина, ИКИ, Геохим, институт Виноградова бывший, и, наконец, наш институт прикладной математики. Вот, как раз показывает этот слайд. Это очень интересный проект, полет с реликтовым веществом к ФОБОСу. И там, вот, вы можете увидеть на этом слайде, вот эти большие солнечные батареи, они создают, значит, энергию, которая разгоняет рабочее тело, нейтральный газ, ионизирует его, за счет, значит, вот электрических сил разгоняют до большой скоростей, потом, для того, чтобы этот объект не зарядился, если улетит заряженные частицы, значит, останется заряд в самом корабле, значит, он отбирает, сажает назад эти отобранные электроны, эти ионы, и уже эти атомы, превратившись снова в нейтральную, улетают с большой скоростью. И вот эта тяга позволяет, а, долететь до Марса, там, сесть на ФОБОС, затем, взять там грунт, и вернуть его на Землю. Причем, полет к Марсу с возвратом к Земле, для человека, крайне неприятен тем, что для того, чтобы лететь назад на Землю, там на Марсе около года, надо ждать, пока Марс и Земля займут такую позицию, когда можно лететь с Марса на Землю. А вот на этих малых тягах не надо ждать, потому что она медленно разгоняется, и вот это время уходит как раз на разгон, и возвращается к Земле, когда надо. Причем, вопросы точности, получается, все получается хорошо. И это электро, вот, такие реактивные дети. Вопрос к вам как к баллистику, а к вам как к практику. Скажите, пожалуйста, вот даже, когда американцы в автоматическом режиме сажали Аполлон на Луну, и то задержка в две секунды создавала достаточно большие проблемы. Сигнал идет секунду туда, секунду обратно, да, за это время уже меняется картина. Какая задержка при полете на Марс или на Фобос? Хорошо. Как сажать в автоматическом режиме? Да, мы этим подробно занимаемся. Значит, во-первых, американцы сажали не в автоматическом режиме. Сажал Амстронг, и это намного проще, чем, как мы сажали. Сажал Амстронг, автономно. Это 11. Не с земли сажалось, а автономно. Это 11. Он сидел, он пилот, он летчик, профессионал, и он сажал, как надо. А вот наши системы сажались автоматически. но автоматически... Но они опять же сажались под той информацией, которая поступала им с помощью трех лучей радиоавлокатора о дальности, скорости. Земля не участвовала, поэтому этих задержек минутных не было. Да. Это все автономно на корабле. Но тем не менее, вот Марс, это от 4 минут до 40 минут задержка сигнала. Угу. И вот вопрос, все-таки эти системы, хоть они автоматические, но Земля их подробно поддерживает, без поддержки Земли это просто невозможно. Вообще-то говоря, все, вот скажем, марсоходы имеют, как бы, всего лишь 5 команд. Вперед, назад, направо, налево и вызов Земли. Вот вызов Земли, значит, это на случай, когда что-то неизвестно. И это замечательная задача для, в общем-то, науки, теории управления, как управлять объектом автоматическим, но в то же время дистанционно управляемым, с большими задержками в канале связи. Он должен быть настолько автоматическим, чтобы решать свою задачу сам, и в то же время он должен быть, человек должен иметь возможность вмешаться в это дело. Мы сейчас управляем, вот наши сотрудники замечательно управляют роботами через интернет, с задержками, передачей информации соизмеримыми, в общем, с тем, что на Марсе. и там вот как раз вот эти двухуровневые системы, автоматическая внизу, значит, человечея где-то на другом конце, отрабатываются. Это практическая задача выходит на задачу создания искусственного интеллекта. Да, искусственного интеллекта. подуровня. Это серьезная вещь, конечно. Вот Марс, посмотрите, набор камней, набор камней пустыни, такая же, как на полигоне, как мы когда пускали на Марс, Георгий Михайлович, шли, слышали, что сфотографировали Марс, и я так спросил этого человека, говорю, ну что же там? Он говорит, такая же пустыня, как и здесь. Значит, видите, условия жизни на Марсе, 0 градуса в самом хорошем случае, говорят, что иногда бывает 10, где-то на правильной экваторе, а так, минус 60, минус 100, и атмосфера, как на высоте, там, много десятков километров, 5 миллибар, плюс пыльные бури. Вот я и спрашиваю, что же должно произойти на Земле такого, чтобы мы спасались на Венере, где 500 градусов, на Марсе, где минус 100, или на Луне, где нет атмосферы? На Венере мы не будем спасаться. Венера нам должна показать, на самом деле, как избавиться от того, что на ней. Это парниковый эффект и все прочие вещи. Это такая страшилка, что человечество обвинет. А спасаться может на Луне? Вот лунная база. Может быть, на Луне человечеству надо списаться? А потом ведь есть еще одно обстоятельство. Народное население растет. Сейчас уже 6 миллиардов. И не похоже, чтобы как-то, если только... Ну, правда, Римский клуб и эти модели Медозы предсказывают, где-то там 2017 год плюс-минус 2 полный коллапс. И, в общем-то, значит, народное население должно падать, потому что там не хватает ресурсов, загрязнения среды и так далее. Но, в конце концов, в общем-то, из-за того, что оно растет, человечеству надо будет расширяться. Но будет освоено, в конце концов, может быть, и Луна. Если человечеству придется где-то, когда-то искать убежище, то к этому надо быть готовым. Хотя бы на уровне бумажных проектов и каких-то реализаций. И вот эта интересная идея, которую я не сразу понял, что, оказывается, если на орбите вокруг Земли завод, скажем, его надо снабжать сырьем. Так вот, слюны снабжать сырьем проще и дешевле, чем с Земли. Потому что ла меньше и разгонять надо меньше. Это проект российского специалиста, он в журнале опубликовал, какого Земля и Вселенная. Вообще не так неожиданно. Но все-таки в ближайшие годы чего вы реально ждете от космоса? Особенно учитывая вот эту ситуацию с шаттлом, с МКС, с тем, что у нас появилась некая перспектива такая, опять монополии по доставке космонавтов и грузов на орбиту. Ну, это несерьезно. Это будет, ну, полгода, год, а потом все вернется. Просто, у меня говорили ситуации, мы будем доставлять не три космонавта, а два туда. Они будут только обслуживать станцию, наука пока остановится, а потом все вернется. Никакой монополии не будет. Европа делает спасательный корабль. Так что это временные трудности, которые вот как не старались доказать, что многоразовые корабли лучше, а вот победили одноразовые в этом споре практически. Потому что одноразовые корабли каждый раз новый, свежий. А Колумбия летала 20 лет. Вот я трижды спускался из космоса на Землю. Это тряска, это перепады температуры, это бешеные температуры. Это... И как вот можно было 20 лет эксплуатировать этот корабль, забывая, что он каждый раз проходит через ад. И не зря специалисты говорили, что их пора уже остановить, в частности, Колумбию. И чуть ли не до президента пытались добраться, чтобы остановить. Так что в многоразовых кораблях хотели сделать дешевле, получилось дороже. Вот. А сама многоразовость вот сейчас повернулась своей обратной стороной. Вот так или иначе, я думаю, будет развиваться оквоземной космос, будет развиваться станция с ее посещением или жизнью на ней. И, конечно, будут развиваться полностью автоматические системы дальнего космоса. И они принесут, они сейчас уже приносят очень много интересного. Сейчас ищут жизнь на спутнике Юпитера, его, потому что он покрыт льдом, и из-за нескольких пролетов обнаружили, что этот действительно лед, он ломается с протяжением Юпитера, и видно, что это под ним океан, а значит вода, а значит жизнь. А живет там еще потому, что на Земле жизни нет. Нет, ну, даже это жизнь. Это верно, но с другой стороны, найти жизнь еще где-то, хоть какую-то, это сильно продвинуть науку. И, конечно, будет развиваться именно робототехника космическая, я в этом глубоко убежден. Она как бы с одной стороны а, интересно, б, нужна. И мысль работает просто, работает, и будут результаты. Я не знаю, будет ли это лунная база, или будет ли это, так сказать, более мощный космический, ну, какие-то космические аппараты, более милые. Но, например, вот есть задача, которая только автомат. Когда человек не может работать? Когда очень быстрые времена, или когда очень медленные времена? Это одно из обстоятельств, почему человек, так сказать, должен меняться автоматом. Но вот есть задача, мусор космический. Мы ведь можем закрыть открытую дверь. Сейчас, фактически, вокруг космоса, вокруг Земли, в космосе растет количество вот остатков всех пусков, которые автоматуют. И если частота пусков не будет уменьшена, она не уменьшается, то космос загрязняется настолько, что, в общем, опасность столкновения с этим мусором растет. Когда есть гипотез гибели Колумбии и столкновения с мусором? Ну да, но я знаю, что однажды Георгий Михайлович видел, как мимо него пролетел некий метеорит. Это так? Было дело. Я вел связь с Землей и пронесся метеорит. И сгорел. Вспыхнул и сгорел. Но поскольку пробить станцию вместе с человеком может такая крошка, а это было довольно прилично, я не воин сказал там, ой, что-то. А Земля услышала, говорит, что ой? Я говорю, метеорит вот рядом пролетел и сгорел подо мной. Ну и что ой? Я говорю, ну как, что, во-первых, красиво, во-вторых, мимо. В общем, мусор это проблема, потому что есть высоты, это там как раз средняя высота между геостационарными орбитами и вот теми земными, оквоземными, на которых все летают, где он не исчезает. На низких орбитах они постепенно падают на Землю, есть скорость его, так сказать, падения и возобновления. А на геостационарных орбитах там за счет притяжения, за счет сжатия Земли действия Луны орбиты меняют наклонения и уходят из плоскости экватора. И тогда только иногда они как бы пересекают, но не сидят все время там. А вот на средних высотах там только растет он и ничего не происходит. А через него летают. Вот люди боялись лететь через пояс астероидов, которые находятся между Марсом и Юпитером. И американцы очень гордились, что они первыми через него пролетели. А теперь мы будем бояться, возможно, лететь и около. Надо открыть людям тайну. Все-таки это была планета, которая разрушилась, или это была несформировавшаяся планета пояс астероидов? Вот есть и то, и то. Есть несколько групп астероидов. Вот этот фобус на фоне Марса здесь показан. Это явно какой-то осколок несформировавшейся планеты. А вот, скажем, оквоземная группа, вот тот же самый, вот, Эрос, к которому летели, считается, что это осколок большого крупного тела. Он был развален в результате... То есть он не сформировался, он его подразумевался. А пояс астероидов, пояс астероидов, сам пояс астероидов, потому что астероиды не только в поясе находятся, пояс астероидов, это, в основном, считается, что это несформировавшийся планет. Хотя многие думают, не какой-то не фаэтон, так сказать. Который, вот, согласно легенде, разрушился. Вот посмотрите, как его бьют. И вообще, почему вот эти астероиды такие гладкие? Или вот у Георгия Михайловича в руках фотография Луны, которую сделали американцы, если ее можно показать, то было бы интересно. Вот Луна, какая она гладкая? Почему она такая? Это такая же эрозия, как вот на Земле атмосфера работает, там, вода, солнце, или пыль. Вот так вот микрометеориты долбят, вот уже сколько-то миллиардов лет, там, 5, 6 или 4 миллиарда лет. Долбят, вот эти поверхности создают вот этот, следы этих ударов. И в конце концов, сглаживают это дело. И тогда давайте вот поставим точку в споре отпечаток американского ботинка на Луне, сделан в Голливуде или на Луне. Возражение такое, в песке никогда не получается такого четкого отпечатка, как и американцы сняли. Значит, это фальшивка. На самом деле, там нет песка, там реголит. В чем отличие? На Земле песок все время перемещается, и за счет ветер его обрабатывает, он становится круглым. И поэтому, если в него что-то впечатать, за счет того, что круглые песчинки, они отсыпятся. А реголит, там нет ветра, но жесткие лучи делают эту песчинку наоборот, как ежик. И поэтому, уже когда из таких ежочков, игольчатых, что-то впечатается, ботинок, он уже так и остается четким. Так что, это не фальшивка, это действительно ботинок. Когда там на Земле работает сила тяжести 10, значит, сантиметров в секунду квадрат на Луне, она там 6 раз меньше. На Земле, естественно, уровень откоса 40 градусов. Ну, вот наши, железнодорожные, на Луне, за счет того, что сила тяжести меньше, она намного более крутая. И, естественно, все может быть. И то, там нет песка, а там есть реголит. Ну, это было не единственное возражение по поводу пребывания американцев на Луне, а только одно из. Ну, все-таки, давайте... Американцы на Луне были, хотя, может быть, кое-что подсняли. Мы видели, не знаю, подсняли нет, но мы видели, как они прыгали. На Земле так прыгать нельзя, просто не получится. Да, вот это слово, говорят, так нельзя прыгать. Оденьте скафандр и попрыгайте на Земле. Скафандр ведь надут, а надутом это как стальной панцирь рыцаря. И вот прыжки в нем. Последний у меня вопрос, наверное, потому что время подходит к концу. Нам стоит ожидать появления на орбите нашей собственной российской орбитальной станции или МКС, это теперь дом родной для всех народов, которые так иначе стремятся в космос. Я почему-то задаю вопрос, он не столько, наверное, технологический, сколько еще и политический. Ведь постоянное выдавливание нас с МКС, оно происходит и будет происходить. Будет у нас свой дом в космосе или нет в ближайшее время? Если это зависело бы от нас, он бы был. Будет у нас только китайский. Так, так, так. А китайцы готовят свои станции? Конечно. Ведь вы поймите, американцы привязали к своему МКС все страны, потому что любой национальный проект был более эффективен цена-качество, что фрифлайер во Франции, что зенгер в Германии. И надо было все это отнять и стянуть на МКС, чтобы не было видно, что это дешевле и намного эффективнее с точки зрения науки. И все МКС кнутом и пряником загнали. И только китайцы от своей национальной программы на МКС там 2% бросили и продолжают делать свою национальную программу. Они в конце года уже собираются запустить. В общем, будет или не будет наш космос развиваться, зависит от нашего будущего. А какое наше будущее? Знаете, прогнозировать будущее это это так сказать просто нельзя. Ни один прогноз будущего потом проверяли мы не оправдался. Спасибо.